Так, всем привет, добро пожаловать на третье занятие шестого сезона. Так, да вроде у меня стоит всё практически на максимум. Практически на максимум. Должно вроде быть всё хорошо. Дождик капает за окном. Текст. Угу, 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 я помню. Сейчас, ребят, одну секунду, дайте мне минутку настроить программу. Так, почему у меня на телефоне нет видео? Не знаю. Перезайдите. Так, ну что, все собрались, кто у нас онлайн? Мы в прошлый раз стали потихонечку заниматься введением когнитивной терапии. Мы же с вами должествование успели обсудить в прошлый раз, да? Ребята, по-моему, только должествование успели обсудить. Не успели? Мы только общую схему, да, с вами... Нет, не успели, хорошо. Мы успели только общую схему АБЦ и СМР, да? Ну, схему-то мы успели, схему мы успели. Все, вот эту. Правильно? Правильно. Сегодня мы приступим к самим искажениям или к тому, как мы формируем эмоции. Да, супер, прекрасно. Сегодняшний наш урок – это методология когнитивной терапии, в том смысле, чем она оперирует и как она работает вообще в принципе. Вы все слышите такое слово «мировоззрение», «эмоциональная коррекция», правильнее и лучше называть наше с вами занятие. Я еще раз повторю для тех, кто в танке, для тех, кто, скажем так, въезжает в суть происходящего терапии ВСД и неврозов. ВСД – это эмоциональное проявление невротического состояния. А невротическое состояние вызвано эмоциональным каким-то реагированием. Либо хроническим, либо, скажем так, острым. Соответственно, наша с вами задача – это научиться корректировать свои эмоции посредством реагирования на текущую ситуацию, которая происходит. Здесь есть два момента. Я напомню. Так, краткое содержание предыдущих серий. Мы можем эмоционально реагировать на наше самочувствие. И я думаю, что таких больше половины. Сейчас я об этом расскажу. Очень важное занятие будет. И вторая часть – это эмоциональное реагирование в целом жизни, в целом, да, к обстоятельствам, в целом к тем обстоятельствам, которые происходят в вашей жизни. Окей? Это понятно? Давайте кое-что я вам скажу. Очень важное. Значит, я бы хотел, чтобы вы все это записали, потому что это действительно очень важно. Это действительно очень важно. Я хочу вам рассказать небольшую методологическую историю о первой части вашего реагирования. А именно о том, что с вами происходит. Как вы удерживаете себя в страхе? Как вы удерживаете себя в проблеме? Я хочу, чтобы вы это поняли. Поднимите сейчас, пожалуйста, руки. Ну, в вашем случае поставьте восклицательный знак или плюс. Те, кто может сказать, что он постоянно концентрируется на своем самочувствии. Прямо сейчас. Но в течение дня. Кому мешает концентрация на своем здоровье? Возможно, на мыслях каких-то негативных, а возможно, на здоровье. Есть такие, ребята? Да, их немало. Я думаю, что больше, чем половина, скорее всего, да? Да, дофига. Прилично. Так вот, я хочу, чтобы вы поняли. Некоторую методологическую вещь. Записывайте или запоминайте. Вы концентрируетесь только на том, что вы либо боитесь, либо считаете важным. Пишем вместе со мной. Я чат заблокирую. Пишем. Мы концентрируемся только на... Вот это очень важно. Первое. То, что мы считаем опасным. Второе. То, что мы считаем важным. Я хочу развить эти два тезиса, чтобы вы правильно поняли, при чем здесь ВСД и при чем здесь неврозы. Когда вы искренне убеждены в том, что ваше самочувствие, ваше вегетососудиское состояние, ваши мысли, тахикардия, давление, вегетативное проявление являются угрозой, вы испытываете страх. Когда вы испытываете страх по поводу того, что вы считаете угрозой, вы концентрируетесь на этом. Это биология человека, которая также досталась вам из... Ну, скажем так, путем эволюции, как и дисфункция кишечника от животных, так и подгибание шеи и прочие вещи. Слушайте меня очень внимательно. Когда человек считает, что есть какая-то угроза, когда человеческий организм, давайте так, считает, что есть какая-то угроза, он мобилизируется. Все это понимают? Когда человек считает, что какая-то есть угроза, он концентрируется на обстоятельствах, которые вызывают угрозу, и он концентрируется на том, чтобы это не усилилось. Ну, например, если лев умидел хищника или конкурента в лесу, в джунглях, он возбужден, он мобилизован, и он концентрирует свое внимание до тех пор, пока он не поймет, что угроза миновала. Все это понимают сейчас? Плюсик, кто это понял? Мы всегда мобилизованы, когда у нас есть какая-то угроза. Это всем понятно? Доступно объясняю? Доступно. Хорошо. Супер. Спасибо. Смотрите. Когда вы мобилизованы, потому что есть какая-то угроза, неважно, вы лев или человек, пишем вместе со мной. Теперь, когда мы видим угрозу, мы мобилизируемся и концентрируемся. Я думаю, что ни у кого тут сомнений не возникнет. Согласны? Вспомните животных, вспомните себя. Так вот, в чем фишка ваша от животных отличается. Когда животное увидело хищника, оно мобилизовалось и сконцентрировалось. Когда человек посчитал, что есть угроза, он мобилизовался и сконцентрировался. Это всем понятно? Теперь пишем дальше. Что происходит? Во время мобилизации и концентрации происходит следующее. Вегетатика усиливается. Это не болезнь, это биологическая реакция. И концентрация усиливается. Концентрация внимания. Внимание. Я на зоне опасности, скажем так. Всем понятно, что я сейчас несу здесь? Плюсики ставим, кто это понимает? Сейчас. То есть, когда мы видим какую-то угрозу, мы мобилизировались и сконцентрировались. Очень просто. Делай раз, делай два. Всем ясно? Супер. Good. Следите за ходом моих мыслей, это вам поможет. Когда мы смобилизировались и сконцентрировались, возникают спазматические реакции в организме. Спазматические реакции – это не патология. Спазматические реакции – это животная биология. Наши сосуды сжимаются, чтобы мобилизироваться и сконцентрироваться. Вовремя убежать или напасть. Так вот, что же происходит. Если в животном мире, скажем так, животное, которое увидело хищника и почувствовало угрозу, мобилизовалось, его сосуды сжались, его вегетатика напряглась, зрачки расширились, уши навострились, шерсть поднялась и он сконцентрирован, в вашем человеческом организме происходит то же самое. А теперь вся подстава. Подстава заключается в том, что когда животное поймет, что угроза миновала, его вегетатика стухнет, зрачки сузятся, уши расслабятся, шерсть упадет. И это всем понятно? Руки поднимаем. И это всем понятно? Подстава человеческого организма заключается в том, что в отличие от животных мы способны испытывать невроз. Невроз – это хроническое состояние мобилизации и концентрации. То есть у нас нету явного хищника в быту, но мы сами создаем этого хищника. То есть мы сами трактуем, что хищник есть. Догадываетесь, к чему я клоню? Отсюда у нас, соответственно, хроническая концентрация и хроническая мобилизация. Кто же этот хищник? Этот хищник – это ваше самочувствие. Сейчас внимание. Этот хищник сначала – это ваше самочувствие. Например, смотрите, как это возникает. У вас есть вегетатика. Вами – вегета-ти-ка. Вами – это расценивается как хищник. И угроза. Соответственно, следите за тем, что я пишу. Когда у вас возникла вегетатика, вы с помощью иррациональной логики считаете, что это хищник а-ля угроза. Вы мобилизируетесь и концентрируетесь на хищнике. Так ведь? Целыми днями. Потому что вы считаете, что вегетатика – это угроза. И начинаете искать этого хищника по организму, постоянно прислушиваясь и мобилизируясь. Поднимите руку, кто так делает, кто сейчас понял, что я говорю? Так зашло с животным примером? Супер. Молодцы. Отлично. Отлично. Красавчики. Так вот, в отличие от животных, которых отпустит, как только угроза миновала, нас не отпускает. Потому что мы трактуем вегетатику или навязчивые мысли как угрозу. Согласны? Ну, смотрите, как мы трактуем. Вегетатика опасна, опасна смертью. Так ведь? Мысли опасны действием. Действием. Или еще угроза в виде позора. Демонстрация. Демонстрация. Слово «демон». И вот у нас есть три хищника, которых мы постоянно пытаемся найти. Это вегетатика. Или видим даже. Мы их видим. Это вегетатика. Это странные мысли. И это социальный позор. Иногда это бывает три в одном. Иногда это одно из трех. У кого три в одном, у кого одно из трех, пожалуйста, руки поднимаем, пишем. Пишем цифру. Один, два или три у вас. Кто нашел в себе хищников? У кого хищник – это вегетатика, у кого хищник – это мысли, у кого хищник – это социальный позор. Молодцы. Супер. Отлично. Красавцы. Отлично. Спасибо. Вот здесь первый этап терапии вашей начинается. Слушаем меня внимательно. Если вы животное в семействе кошачьих, и хищник ушел, вегетатика закончилась, и кошечка опять бродит по саванне, размножается, кушает и спит. А у нас с вами этот хищник не уходит. Не потому, что он есть, а потому, что мы себе его так интерпретируем. Метафора, как бы у кошки был невроз. Подумайте сейчас. Как, если бы вы были животным, как вы бы могли сделать себе невроз, как у человека, если бы вы были животным, которое имеет тревожно-мнительный характер? Пожалуйста, напишите ваши версии. Господа. Ваши версии. Как бы животное могло создать себе невроз? Это иллюзия, это невозможно. Нет. Нет. Но теплее. Ладно, не будем терять время. Думать, что хищник постоянно за углом, это очень тепло. Придумывать себе угрозу, это очень тепло. Постоянно думать об угрозе, это очень тепло. Но, если бы хищник был постоянно рядом, а как животное бы это придумало? Нет. 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 Все, я понял. Вы не догадались. Вы догадались, как бы по содержанию, что животное должно как-то придумать себе постоянного хищника вокруг. Правда? Но вы не догадались, как бы это животное придумало себе угрозу. Следите за моими мыслями. Если человек, испытывающий базовое вегетативное напряжение, здоровое, то есть естественное, считает это угрозой, то в моей задаче, животное должно было считать угрозой что-то естественное. Что постоянно окружает животное, что было бы естественным. Например, деревья. Или, например, дождь. Или, например, солнце. Все поняли, к чему я? То есть, чтобы животное испытывало невроз, оно должно трактовать естественные обстоятельства вокруг как угрозу. Все это поняли? И тогда оно бы было в хроническом напряжении и мобилизации. Дошло? Сейчас. Заехало? Вот тогда животное сказало бы вам, что я так же херово себя чувствую, как и вы. Я не говорю, что у животных такие неврозы бывают. Это, конечно, ненаучно и такого быть не может. Я просто вам хочу привести пример, чтобы вы поняли, как это работает. Все это поняли? То есть, если бы животное имело способность уникальным образом концентрироваться на истории про то, что деревья, вода и так далее вызывало бы угрозу, животное было бы в таком состоянии, как и вы. А теперь смотрите алгоритм. Вы считаете вегетатику угрозой, потому что у вас есть для этого доказательства. Доказательства ваши – это липа, это сказки венского леса. Единственное доказательство угрозы – это то, что у вас раньше этого не было, а теперь это появилось. А затем вторичное доказательство, что это опасно, потому что, возможно, что-то произойдет. На самом же деле вегетатика и мысли присущи были вам всегда. Только не так ярко и не так объемно. Потому что ваша тахикардия, ваше давление, ваш кишечник и прочие вегетативные состояния – это те самые деревья, это то самое солнце, это тот самый дождь. Это нормальные вещи. Но вы в какой-то момент стали испытывать невротическое состояние, которое продиктовало вам то, что все, что будет окружать вас, будет угрозой. Параллельно возникает вегетатика. Откуда? Пишем. Прям весь алгоритм, чтобы вы не запутались. Смотрите. Первое. В жизни происходит происходит трактовка событий. Это первое. Второе. Человек испытывает внутренние подавленные хронические эмоциональные переживания. Третье. По поводу например, семьи, работы, отношений, непринятых решений, затяжной ситуации, хронического подавления кем-либо и так далее. Четвертое. От этого появляется дистресс. Пятое. Запишите это. От дистресса естественно проявляется страх и тревога. Шестое. Страх и тревога еще не про здоровье проявляется вегетативно и обычно, как и должно проявляться. Седьмое. вегетатика вегетатика трактуется как угроза. Ну а дальше по сценарию. Человек концентрируется на вегетатике как на угрозе и постоянно отслеживает смотри животное. Вот как это происходит. Сейчас пишем плюс, поднимаем руку, кто это понял. То есть вы сначала создали невротическую реакцию в жизни, испытали вегетативные напряжения, а потом вегетативные напряжения стали трактовать как хищник. Отсюда и пошла ваша концентрация. Молодцы. Пишем дальше. Нравится? теперь смотрите, это еще не все. Человек концентрируется на вегетатике и угрозе постоянно отслеживает и так далее. Девятое. Постоянно концентрируясь и мобилизируясь из-за наличия хищника человек получает вторичную проблему. а именно постоянный постоянное тревожное напряженное мобилизированное состояние. Вот с этим вы и пришли ко мне или к моим коллегам. Все это поняли? Вот с этой десяткой вы и пришли. Вы говорите помогите пожалуйста у меня постоянное хреновое самочувствие у меня постоянная концентрация на здоровье у меня постоянная концентрация и я не знаю что с этим делать. А посмотрите 10 этих пунктов вы это сами сделали. Вы это сами сделали. Кто напишет вот у нас есть 10 пунктов. Внимание я сейчас чат не буду блокировать. Внимание посмотрите сейчас на эти 10 пунктов. В жизни происходит трактовка событий. Подождите подождите я не просил вопроса. Посмотрите просто сейчас внимательно на эти 10 пунктов. В жизни происходит трактовка событий. Человек испытывает внутреннее подавленное хроническое эмоциональное перенапряжение по поводу семьи работы отношений непринятых решений затяжной ситуации хронического подавления кем-либо и так далее. От этого проявляется дистресс. От дистресса, естественно, проявляется страх и тревога напряжения внутри. Страх и тревога проявляются вегетативно, как обычное естественное состояние. Человек пугается вегетатики, и вегетатика трактуется как угроза. Человек концентрируется на вегетатике, как на угрозе, постоянно отслеживая ее по этому механизму. Постоянная концентрация мобилизации рано или поздно вызывает хроническое состояние тревожности. С этим вы и приходите. Внимание, вопрос на таком. Какой из этих пунктов надо вычеркнуть в пациенте, чтобы он вылечился от невроза? Я сейчас заблокирую чат. Просто внимательно подумайте. Какой из этих пунктов надо вычеркнуть у человека первым, а затем вторым, чтобы справиться с невротическим состоянием? Подумайте. Какой пункт вычеркнуть надо первым, и какой пункт надо вычеркнуть вторым? Смотрим и думаем. Пишем две цифры. Кто угадает две цифры, получит премию от меня, моральную. Так, так, так. Бас дофига, прям активный сегодня. Так. 7, 1, 8, 2. 1 победитель есть. Второй победитель есть. Только два человека. Третий победитель есть. Только три человека. Понятно. Пишем вместе со мной. Я сейчас удалю. Смотрим сюда. Вы сейчас все поймете. Сейчас, секунду. Вы прям активные. Вам нравится, я думаю. Надо вычеркнуть сначала пункт номер 7, где вегетатика трактуется как угроза. И это вычеркивание седьмого пункта нивелирует все оставшиеся до десятки. А затем надо вычеркнуть пункт номер 2, где человек трактует свою жизнь эмоционально слишком остро. Все это поняли? Сначала вычеркиваем семь, потом вычеркиваем два. Нравится занятие? Так понятно? Детальнее разжевать невозможно. Первое – это наличие самих событий. Ну, я согласен. 7, 2, 1. Я могу, я поправлюсь. Действительно. 7, 2, 1. Вы правы. 7, 2, 1. Да, 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 да. 7, 2, 1. Все верно. Все правильно. Молодцы. Хорошо. Теперь как это делать? И в чем проблема? В чем подвох? Даже когда мои ученики это понимают, и многие из вас, кто здесь находится, это понимают. Напишите сейчас, пожалуйста, плюсик, кто это понимает. Кто, в принципе, понимал это уже благодаря прошедшим занятиям, или кто это понимал, благодаря видео, моим коллегам по YouTube, вашим консультантам. Вот. Но вы все еще здесь. А теперь смотрите. Смотрите. Я понял. Круто. Спасибо. А теперь смотрите, в чем проблема. Какая ошибка вами самим создается? Вы создаете две ошибки здесь. Ошибка первая заключается в том, что вы, даже понимая, что вегетатика якобы безопасна, себя обманываете. Вы на самом деле говорите примерно следующее. Она все-таки может мне угрожать. Потому что если вы в начале занятия поднимали руку и говорили, что она вам, вы концентрируетесь на вегетатике, то есть если вы на ней концентрируетесь, пишем сейчас вместе со мной. Правда пишем. Правда. Правда в том, что если я концентрируюсь на мыслях или вегетатике, вегетатике, я по-прежнему считаю ее угрозой, вот в чем базовая первая ошибка. Вы не можете концентрироваться, например, на этом маркере, если вы считаете, что маркер безопасен. Это всем понятно? Но если вы все-таки считаете, что маркер может как-то вам помешать или быть угрозой, или вы не хотите этого маркера видеть, вы всегда будете садиться за рабочий стол и посматривать на этот маркер. Понимаете, о чем я? Сейчас честно давайте себе признаемся, кто так делает. Молодцы. Хорошо. А теперь давайте зададимся вопросом. Пишем вместе со мной. А почему я по-прежнему считаю ее угрозой? Задумайте сейчас каждый, кто сейчас находится онлайн или смотрит в копии. Вот каждый сейчас откиньтесь так вот на несколько десятков секунд и задайте себе вопрос. А лучше возьмите ручку и напишите это на вашей тетради. А как я трактую ее как угрозу? Каким образом? Как я себе объясняю ее как угрозу? Как я это делаю? Каким образом я это делаю? Желательно, чтобы вы написали это на бумаге сейчас. Как вы это делаете? Написали? Ну и посмотрите правде в глаза. Не пугаетесь и ждете. Это последствия. Вы боитесь, что вы умрете. Вы не хотите ее терпеть. Теперь пишем вместе со мной. Ребята, пишем, пишем, пишем. Сейчас я остановлю. Пишем. Майди Основные Аргументы Из-за которых КО-ТО-РЫХ Ты Большими буквами Доказываешь И убеждаешь Себя В опасности Видит Вегетатики Вот что я хочу, чтобы вы сделали Поймите Мы не можем бояться этого маркера Если у нас нет на это ПСЕВДО-ДОКОЗАТЕСТВ Вы не можете бояться Вегетатики Если у вас на это Нету ПСЕВДО-ДОКОЗАТЕСТВ То есть в данном случае Вы являетесь Сами себе врагом Вы сами Пишем вместе со мной Вы сами Ищите Доказательства Опасности Таким образом Создавая Хищника То есть вы удивительным образом Сами Не хотите Доказывать себе Что ваша Вегетатика Безопасна Это всем ясно сейчас? То есть на самом деле Если человек Поверил И убедился Что вегетатика Безопасна Она будет фоном Потому что не устранена Второй и первый пункт Согласны? Но если он Все еще Считает Именно вегетатику Угрозой И он не верит Обследованиям Его не убеждают Врачи Его не убеждают Красиков И мои коллеги По ютубу Если он так Верит Он сам В себе И создает Хищника Сейчас я поясню Это все Поняли? Зачем Это вопрос Отдельный? Я хочу Чтобы вы Это поняли А теперь Просто подумайте И обратитесь К самому себе Почему я не верю? Кто найдет ответ? Почему я не верю? Что это безопасно? Потому что вы Что? Вот давайте попробуем Может быть кто-то ответит Это сложно, конечно Но почему вы не верите? Там есть две причины Подсказываю Вы убеждены? И верно Ну да Тут сейчас будет сложно Я понял Давайте я скажу лучше Первая причина Вы верите Потому что Скорее всего Вы поддерживаете Некое Избегание Контакта Потому что Вы считаете Это угрозой И вы все-таки Избегаете По возможности Не желая этого Таким образом Вы не можете Себе доказать Что как бы вы Это не испытывали Это безопасно Но здесь же Чаще всего Возникает причина Что Помните Как пишем Вместе со мной У страха Глаза Велики Велики И вот тут Очень часто Возникает ошибка Что когда У человека Есть например Паническая атака Как испуг И рефлекс Ему достаточно Прожить Несколько паник Усиливать Расслабляться Дышать И делать Правильные упражнения И он докажет Сам себе Что паника Безопасна А вот Когда мы говорим Про вегетатику И концентрацию Внимания На своем самочувствии Это разные вещи Согласны со мной Что у многих людей Были панические атаки Или агорафобия Ввиду этого Он справился Упражнениями Но концентрация На здоровье Сохранилась Кто такой Поднимите руку Скажите я То есть Даже при отсутствии Панических атак Даже при отсутствии Агорафобии Человек Концентрируется На своем состоянии И здесь Тонкий момент Пишем Супер Молодцы Клево И здесь Есть очень Тонкий момент Что это Не связано С панической атакой Потому что Сама по себе Паническая атака Или агорафобия Это автономная проблема Испуга И рефлекса А вот Концентрация На своем здоровье И на вегетатике Это отдельная проблема Уже более фундаментальная В структуре невроза Как это выглядит Так вот Что же вы не назвали У страха Глаза велики Когда вы Находитесь В пункте номер Один И пункте Номер Два Где у вас В жизни Продолжается Трактовка Событий Слишком Тревожно Слишком Неразрешимо Слишком Эмоционально У вас Поддерживается Внутреннее состояние Напряжения И внутренняя тревожность Очень высокая Именно поэтому Очень часто У этих людей Не хватает Ресурса Для того Чтобы объяснить себе Что вегетатика Безопасна Они себе объяснили Все разжевали Наступает новый день Они опять начинают Придумывать себе Какую-то опасность Они не могут понять Что происходит Какого хера Я только вчера Себе объяснило Что это безопасно Я только вчера Себе это прописало Почему сегодня Я опять Испытываю страх Так вот здесь Многие очень сильно На мой взгляд Ошиблись Клиенты будут Удерживать Себя в этом состоянии До тех пор Пока велико Их базовое Внутреннее напряжение И это не связано С паникой Или агорофобией Мы представили Все клиенты Без паники И без агорофобии Так вот Очень часто Наши клиенты Продолжают Испытывать Это состояние Где они не могут Объяснить себе И продолжают Себе пугать Потому что Первый и второй Пункт Неисправлены Но если хотите Внутренние конфликты Это уже более Фундаментальная вещь Это не имеет отношения К паническим атакам Мы убрали Панические атаки У нас есть некий Иллюзорный пациент У которого были Паники Агорофобия Он проработал Их упражнениями У него не стало Паники Агорофобии Но у него есть Концентрация на здоровье Все это поняли Так вот Человеку очень сложно Объяснить себе Рациональную структуру Что страх иллюзорен В отличие от паники Потому что панику Можно прожить Согласны со мной? Панику можно прожить Панику можно провоцировать Можно испытывать И делать упражнения Карту местности Провокация Усиление Как хотите Назовите И вы докажете себе Что паника безопасна И ее не будет Вместе с агорофобией И делайте правильные упражнения Смотрите правильных людей Правильных ребят Которые здорово Про это рассказывают Это не только я Это еще ребята В интернете есть А вот справиться С самой Вот этой Внутренней составляющей Которая каждый день Диктует вам Тревожность Вот это вопрос Первого и второго пункта Потому что Как бы вы сегодня Себе не объясняли Что это безопасно Вы завтра проснетесь И будет такая же херня Чаще всего Потому что Возникает Одна простая вещь У вас в жизни Есть стиль мышления Который Который Способствует Генерализации Тревожности И как только Тревожность Постоянно Мобилизируется Вы постоянно Начинаете Сомневаться Хотите Простой Эксперимент Человеческий Наверняка Есть клиенты У которых На какой-то момент Это ушло Вспомните себя Вот я сейчас Сначала сформулирую А потом вы будете писать Смотрите Представьте себе клиента Кто похож Например Были паники Агорофобия Использовали правильные упражнения Паники Агорофобия Не стало Но осталась Концентрация На здоровье А потом В какой-то момент Это прошло Вы стали Чем-то заниматься И даже Концентрации На здоровье Практически не было Какая-то Вегетативная Байда была Но вы на ней Не концентрировались А потом Через какое-то время Бац И в какой-то момент Опять стали Концентрироваться На здоровье У кого так Поднимите руку Скажите я Вот они Вот они вы все И поэтому Вы здесь В чем прикол Прикол заключ Молодцы Слушайте А может выложить Вот эту первую часть Сейчас 40 минут В ютуб Мне кажется Это очень круто Будет Очень полезно В чем прикол Прикол заключается В том У всех Я тебе Ир Говорю Это Это очень типично Я пытаюсь Вам всем Это объяснить Уже много лет Слушайте дальше Спасибо Сейчас я удалю Прикол в том Что когда Вот этот пример Актуализировался Когда Было Проработал Ушло А потом вернул И смотрите Что вы сделали Когда У вас Ушло Ну панику Вы проработали Когда у вас Ушла концентрация Внимания На своем здоровье Скорее всего В жизни Упала Тревожная Интерпретация За Какие-то Обстоятельства Упала Общая Тревожность За Какие-то Обстоятельства Может быть Что-то Временно Решилось Может быть Кто-то Куда-то Пропал Может быть Что-то Пошло На поправку В смысле По делам По личной Жизни Может быть Что-то Вы На что-то Посмотрели По-другому Или Где-то Вы сконцентрировались На чем-то Другом Например Вы справились С паникой И агорафобией И посчитали Что это Все И вы Просто С той Проблематики Которая Вызывала Базовая Проблема На время Переключились Посчитая Что это Все И вы Как бы Пошли Дальше Но Скорее Всего Либо Что-то Все-таки В жизни Вернулась Опять Либо Все-таки Вы Ошибочно Посчитав Что паника И агорафобия Главное Просто Потом Плавно Повернулись Опять К той Проблеме С которой Изначально Вы и сталкивались Согласны Со мной Кто Так Скажите Я Сложно То есть На самом Деле Ваша Концентрация Спасибо Ваша Концентрация На своем Самочувствии Это Маркер Это Спасибо Я понял Это Маркер Который Указывает Вам На то Что Есть Это Как Градусник Если Хотите То есть Я Например Могу Себя Привести В пример Хотите Я Недавно На себе Это Испытал Хотите Прикол Я Недавно На себе Это Испытал Потому что Я Обычный Человек Рассказать Как Это Было Это Был Точно Алгоритм Которым Я Сейчас Говорю Рассказываю Это Было Буквально Этим Летом Это Было Этим Летом Я Устроил Себе Небольшой Отпуск Я Люблю Путешествовать Один Потому что Для меня Это Важно Потому что Суть Проработки Личности Это Очень Тесно Связано С Самостоятельностью И Со Свободой Я Я Очень Люблю Один Путешествовать И Я Полетел Один В Турцию У У меня Не Было Друзей С собой У меня Не Было Никого С собой Кроме Меня И Моего Чемодана Я Был Внутри Себя Для Меня Это Очень Важно Когда Я Долго Нахожусь Внутри Себя Я Развиваюсь Но Сейчас Не Об Этому Я Про Другое Я Про То Что Я Собрал Вещи Собрал Чемодан Отработал День И У меня Было 14 Дней В Турции Я Выживал Такси И Я Еду В такси И Я Начинаю Слышать Как Внутри Меня Поднимается Тревога Она Сначала Проявилась Общим Беспокойством Небольшим Не За Здоровье А В целом Я Еду В такси Слушаю Музыку И Я Чувствую Что Где-то Есть Какое-то Беспокойство Но Сразу Ж Вслед За Этим Я Увидел Как Моя Мыслительная Система Начинается Начинает Генерировать Сомнения А Я Закрыл Дверь А Я Все Взял А Я Паспорт Взял А Я Кошелек Взял А Я Карточки Взял А Я Это Взял А Это Я Взял А То Было А Там Это Сделал И Я Начинаю Сомневаться Это Вот Эта Самая Схема И Очень Важно Просто Мне Было В Этот Момент Себе Сказать Очень Просто Я Сказал Леш Ты Все Взял Ты Просто Летишь Один Хер Знает Куда И У Тебя Естественная Возникает Тревожность Обычная Достаточно Средняя Но Она Есть Она Просто Есть Потому Что Ты Один Летишь В Турцию А В Турции Тогда Еще Была Непонятная Ситуация Какие Коксаки Непонятная Ситуация Политическая И Так Далее Я Один Лечу В Отель Как Оно Все Это Естественная Тревожность Любой Человек Который Путешествовал Когда Либо Один Тот Меня Поймет Каким Бы Ты Не Был Гуру Психотерапии Я Не Знаю Далай Ламы А Если Ты Один Летишь В Новый Континент Это Это Нормально Нормально Поднимается Некой Уровень Тревожности Ну Согласитесь Что Это Нормально Вот И Все Просто Я Увидел Как Тревожный Уровень Ну Вы Меня Поняли Ну Не Континент Ну Вы Поняли Страна Регион И так Далее То есть Тревожность Внутренняя Ее Уровень Будет Генерировать Сомнения Понимаете И Вот Теперь Представьте Себе Если Я Был На Вашем Месте Или Вы На Моем Сила Внутренней Тревожности Генерирует Прямо Пропорционально Силе Этих Сомнений Вот И Все Поэтому Если Вы Сегодня Концентрируетесь На Своем Здоровье И Вы Не Можете Себе Обосновать То Вы Делаете Две Ошибки Пишем Первая Мои Ошибки Первая Ошибка Вы Просто Не Можете Привести Достаточно Доводов Чтоб Доказать Безопасность Например Вегетатики Вегетатики Там Отпечатка И второе У вас Просто Общий Уровень Тревожности Выше Нормы По Каким То Либо Вопросом Из Жизни И Воззрение На Нее Под жизнью Мы понимаем Разные обстоятельства Это всем понятно На этом Если я вырежу Этот ролик Эту часть На ютуб На этом мы заканчиваем Спасибо за просмотр Будьте здоровы Следите за новинками Начинайте заниматься Ну а мы с вами продолжаем Вот это понятно Всем Какой пункт У вас Недоработан Подумайте Сейчас Сами Либо вы просто Не можете Привести Достаточно Доводов Чтобы доказать Безопасность Вегетатики Либо у вас Просто Общий Уровень Тревожности Выше Нормы По каким Либо Вопросам Из жизни И воззрения На него Если Вы понимаете Что пункт Номер Один То мы Делаем Следую Пишем 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 Мелодку Спасибо Пишем Если Это первый Если Это первый Пункт Пункт У меня Просто Компьютер Исправляет И мне Тяжело А если Это первый Пункт Смотрите Первое Обследование Второе Сколько Это Уже Длится Далее Если Была Патология Она Бы Развилась Далее Что еще Вы обычно Не даете Себе Достаточно Доводов Не Контактируете И Не Видите Безопасности Но Здесь Что я могу Прокомментировать Давайте Здесь В скобочках Напишем Например При первых При первых Вегетативных Веге Блин Вегетативных Проявлениях Вы Жрете Колесо Ну Есть Такие Ребята То есть Вместо Того Чтобы Почувствовать Вегетатику Ее Прожить И Понять Что В этом Нет Ничего Кроме Фонового Напряжения Вы Только Началось Оп Съели Только Началось Оп Сожрали Есть Такие Ребята Кто Такие Признавайтесь Поднимите Скажите Я Как только Началось Сразу Колесо И Что Вы Творите Зачем Вы Вы Таким Образом Сами Создаете Круговую Проблему Раньше Так Было Молодцы Вот Леночка Вот Смотрите Что Лена Пишет Вы Спасаетесь Вы Действительно Спасаетесь И Вот Так Вы Собственно Говоря Себя В Ловушку И Загнали Вы Считаете Что Вегетатика Опасна Потому Что Просто Вы В этом Убеждены Какой-то Чудной Упоротой Логикой А Потом Как только Начинается Вегетатика Вы Едите Какое-то Колесо И Вы Считаете Что Вы Выжили Кто Считает Что Он Выжил От Того Что Он Сбил Вегетатику Транквилизатором Поднимите Руки Скажите Я Я Выжил Потому Что Я Сожрал Колесо Скажите Я Я Выжил Потому Что Я Убежал Я Выжил Потому Что Я Выпил Воды Я Выжил Потому Что Я Съел Кинозепам Я Выжил Потому Что Я Накапал Корвалол Я Выжил Потому Что Я Позвонил Маме И Ушла Ли От Этого Места Вот вы сами и являетесь сейчас образцом создания этой проблемы. Все это поняли. И если это ваш случай, молодцы, спасибо, круто. И если это ваш случай, вы должны сами сейчас себе сказать, если я буду продолжать так себя вести, я буду продолжать гнать себя по этому колесу. Поэтому вам надо, если это тот случай из первого пункта и с этим подпунктом, вам надо перестать пичкать себе иллюзии о том, что вы выжили, потому что... Пишем большими буквами. Перестать пичкать себя какими-то действиями, которые якобы обеспечивают выживание. Запишите это себе на лбу. На лобке сделайте татуировку. Не знаю где, но сделайте. Перестаньте пичкать себя какими-то действиями, которые якобы обеспечивают вам выживание. Кто понял, поднимите руки. Потому что пока вы это делаете, вы себя обманываете. Вы не даете своему же организму понять и увидеть, что этого делать не надо и никакой смерти не будет. Это все поняли. И пока вы это делаете, вы не справитесь с этой малой проблемой. Вы будете ходить, сука, сезон за сезоном. Поймите это. А теперь пишем. И, ребят, я решил сегодняшнее занятие разжевать конкретно. Надеюсь, вам нравится. Я очень хочу вам помочь. Сделать все, чтобы вам стало лучше и вы жили спокойно и счастливо. Дайте мне такую возможность. Для этого надо, пишем, надо выписать все свои действия, которые вы делаете, чтобы не умереть. Вы должны их видеть. Вы должны видеть этот бред на бумаге. И не делать их. И не делать больше их. Что, не написалось, да? И не делать больше их. Вот что очень важно. Это касается просто пока что первого пункта. Это все поняли? Кто еще себя, простите меня, дрочит этой привычкой? Если вы это начнете делать, например, у вас поднимается вегетатика, и вы не будете убегать из метро, вы не будете звать маму на помощь, вы не будете пить корвалол, вы не будете ссувать в рот валидол, вы не будете пить феназепам, у вас вегетатика поднимется. Но вы увидите, что она поднимется и избавится. Вам не надо лежать и ждать, пока вы умрете. Вам надо продолжать заниматься тем, что вы делаете. Четко объясняя себе, что это, сука, безопасно. И это всем понятно? Это очень важный пункт, потому что если при первых вегетативных иннервациях вы начнете глотать колеса, звонить маме, выбегать на улицу, вызывать скорую, вы никогда от этой привычки не избавитесь. Это то же самое, что мастурбация, это то же самое, что все остальное. Захотелось, сразу сделали. Захотелось, сразу сделали. Надо сказать, захотелось, не сделай. Захотелось, не сделай. Вам не надо дожидаться уменьшения вегетатики, вам надо просто продолжать заниматься своими делами. Вам надо просто продолжать заниматься своими делами. Не концентрируясь... Сейчас, я выключу. Не концентрируясь на этом в принципе. Это всем понятно? Супер. Идем дальше. Это только первый пункт. Смотрите, я повторяю. Итак, вы ошибались, если вы просто не могли привести достаточно доводов, чтобы доказать безопасность вегетатики. Вы либо не могли увидеть, что обследование объективно не находит патологии, вы либо не могли понять, что уже много лет все это происходило, и нет никакой проблемы. Но чаще всего вы не контактируете с этим. Это в первом пункте. Мы сейчас это разобрали. Теперь второй пункт. Если это второй вариант, пункт, точнее, пункт, пункт, если это второй пункт, который гласит, а у вас просто общий уровень тревожности выше нормы по каким-либо вопросам и жизни, и воззрения на нее, то здесь вы делаете следующее. Первое. Вы перестаете концентрироваться на самочувствии, считаете вегетатику, которая будет 100%, просто фоновым дискомфортом, и третье. Третье. одна фишка по второму пункту. Считаете вегетатику просто фонов. У физиологии есть такая интересная штукенция. Смотрите. Это из гештальта. Скажите, пожалуйста, вот этот квадратик, он большой или маленький относительно фиолетового квадратика? Ну, давайте я включу чат, что-то я выключил. Квадратик белый больше или меньше, чем фиолетовый? Меньше. Вот это, это ваша фигура. Это то, на чем вы концентрируете внимание. И она потому, что больше вашей психики. А что-то у вас в фоне. Например, белый квадратик, это ваши мысли о работе, о том, чем вы занимаетесь, о том, что вы должны делать и куда вы идете. А вот это, это мысли о вашей вегетатике. Как у вас точит сердце, как работает вегетатик. Это все понятно. А теперь смотрите, что вы делаете. Есть понятие фигура фон. Вам необходимо сделать так, чтобы вы начали концентрироваться на главных вещах. Что происходит сейчас? Куда вы едете? Что происходит? И так далее. Тогда, что является большим? Белый или фиолетовый? Поняли? Сейчас, понятно, пример? То есть, вот так работает наша психика. Все это поняли? Что-то всегда в фигуре, что-то всегда в фоне. Так вот, очень часто ваша фигура это концентрация на вегетатике, поэтому вы весь день в этом и находитесь. Вам необходимо ментально вытеснять это в фон. Да, вегетатика будет фоном где-то, потому что неисправлена еще фундаментальная проблема пункта 1 и 2. Помните? Но ваша основная задача это жить теми обстоятельствами, которые происходят сейчас. Это всем понятно? Всем это понятно? Это сложно только при одном условии. Если вы упарываете себя идеей, что вы вот-вот умрете. Марина, только при этом это сложно. Если вы хотите верить, вот внимание сейчас всем, особенно Марина, кто сейчас прокомментировала. Марина, если вы хотите верить, что вегетатика вам угрожает, вы можете продолжать верить столько, сколько хотите. Но когда у вас возникает вегетатика и у вас есть какие-то дела в жизни, если вы хотите верить, что вегетатика опасна, вы можете прямо вот так это делать, по большому счету это ваше право. Но если вы скажете себе, да, у меня вегетативное напряжение присутствует, потому что у меня есть невротическое расстройство, оно неприятно, но если я сейчас буду на этом концентрироваться, мне будет только хуже. я прекрасно понимаю, что оно меня не убьет. Я вообще не хочу об этом думать. И в ручном режиме просто берете и говорите, пошло, оно все нахер. Поднимаете правую руку вверх и говорите, ну и хер с ней с вегетатикой. Вот хер с ней с вегетатикой, я буду сейчас думать о чем угодно. Я буду думать о работе, я буду думать о бизнесе, я буду думать о том, что мне надо сделать по дому или куда мне нужно поехать. Если вы верите в то, что вегетатик вас убьет, задайте себе вопрос, на каком основании она меня убьет? Ну на каком? Если вы хотите продолжать фантазировать из разряда, ну может быть она меня убьет, 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 а вдруг все-таки она меня убьет. Зачем ты выбираешь так думать? Зачем ты выбираешь так думать? Вы сами выбираете думать, вот так. Вместо фигуры фона вы делаете сами проблему. Все это поняли? Конечно, почему она не убила до сих пор? Потому что это невозможно. Это здоровое эмоциональное проявление. Супер, спасибо. Поэтому пишем дальше. Вегетатику вообще убирать не надо, поймите это. На этапе вашей терапии является наличие вегетатики, но оно является где? Вот поймите это. Вы не должны ставить целью психотерапии отсутствие вегетативного напряжения. Сейчас. Все меня поняли? Кто да, скажите я, я вас понял. Мы не ставим цель отсутствия вегетатики. Мы ставим цель убирания ее в фон. Мы не говорим, что ее не должно случиться завтра. У вас рассияла там сахасрара и у вас золотая аура. У вас должна быть вегетатика, потому что вы в невротическом состоянии по поводу дисфункционального мышления. Но я хочу, чтобы вы сделали просто одно, чтобы вы не трахали себе мозг, постоянно думая про эту штуку. Я хочу, чтобы вы просто научились не концентрировать на ней внимание, как это можно больше. Потому что если вы будете концентрировать ваше внимание на вегетатике, все, что вы пишете, вот эти ваши таблицы, которые вы будете вести, это коту под хвост. Это коту под хвост. То есть, если вы продолжаете убеждать себя в том, что вегетатика опасна, это будет выглядеть так. Так, я занимаюсь Алексеем когнитивной терапии. Сейчас, подождите, я выключу чат. Это будет выглядеть так. Я занимаюсь Алексеем когнитивной терапии. Так, я занимаюсь, значит, СМЭР. Ситуация, мысль, эмоция, реакция. Мне нужно отслеживать ситуации, в которых у меня появляются эмоции. Так, сегодня какая была ситуация? Ой, 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 когда это закончится? Кроволонечка бы. Так, ага. Фух, блин, столько бы я вегетатика отпустила. Только бы отпустила вегетатика. Прошло 3 часа. Так, надо что-то писать. Блин, голова болит. Это ВСД замучило. Когда она пройдет? А может инсульт? Так, симптомы инсульта. У меня симптомы инсульта, симптомы инфаркта. Ага, блин, ну может быть, да, черт подери. Блин, может быть, да. Прошло еще 3 часа. Так, надо что-то написать. Он сказал писать какие-то ситуации. Так, ага. Что за ситуация? Ой, что-то кольнуло. Ой. Ой. Ой, кольнуло. Так, пойду водички попью. Ага, прошло, сука, еще 3 часа. Так, как, так, ага. Что сегодня было? Ситуация, мысли, эмоции, реакции. Ой, ой, что-то живот. Ой, это ВСД. Вы что думаете, это реально вообще? Да расскажу я про таблицы. Я хочу, чтобы вы поняли. Вы понимаете, что вы делаете сами? Кто себя узнал, скажите я. Кто сейчас узнал, узнал то, что я сейчас сказал. Кто действительно в таком состоянии? Дэв Джонни Дэпп мой брат просто там по какому-то колену. Успокойтесь уже. Все уже. Закрыли тему. Вот то, что вы себя узнали, это и есть ваша беда. Вот так именно ваша концентрация на вегетатике вам и мешает. И ваша когнитивная терапия будет смазана. Она будет смазана, потому что вы концентрируетесь на этом. Understand? Stand. И если вы хотите концентрироваться на том, что вы, возможно, умрете, вы можете это делать, это ваш выбор. Welcome. Как говорится, барабан вам на шею и так далее. Понятно? Но если вы хотите заняться когнитивной терапией, вам надо понять одну вещь. Вам надо вытеснять вегетатику фон. Окей, продолжаем. Спасибо. Я вас услышал. Вы сегодня достаточно активны, и это круто. Итак, если у вас второй пункт. Я перестаётся концентрироваться на самочувствии. Вы говорите, да, мне немного некомфортно, да, всякое бывает, но это не смерть, не угроза, не ттт. Мне надо концентрироваться на том, как я генерирую свои эмоции. Кто меня сегодня разозлил, взбесил, как моё чувство вины сегодня работает? Где я сегодня не уверен и что я сегодня буду делать? Я сегодня пойду в магазин и буду смотреть, как я реагирую на социум. Или я сегодня поеду на работу, и мы посмотрим, как это будет происходить и как это будет работать. Если я считаю вегетатику просто фоном и дискомфортом, да, у меня будет фоном и дискомфорт, хер с этим дискомфортом. Это всякое бывает. Если захочу в туалет, пойду посру. Если захочу пить, пойду попить. Но я буду заниматься основным родом деятельности. Открываем таблицу СМЭР и начинаем её вести. Это всем понятно, и мы переходим к СМЭРу. Все поняли, что я пытался до вас донести весь этот час. Супер. Выбор, ребята, за вами. Кто хочет ещё раз, пересмотрите первую часть этого занятия. Понравилось? Али нет? Потому что без этих базовых основ нам будет очень тяжело дальше двигаться. Супер. Отлично. Идём дальше. Теперь я рассуждаю с точки зрения вас, как пациентов, которые перестали концентрироваться на вегетатике. У них она есть 100%, потому что это нормально. Но они на ней не концентрируются. Она где-то маячит фоном, иногда она напрягается словами, как мне это всё задолбало. Но в принципе вы живёте, функционируете, размышляете. Окей? Такие ребята, надеюсь, есть сейчас, которые сказали, да, блядь, оно есть, оно мне мешает, иногда будоражит, но я не боюсь, хер с ним, я готов работать. У меня чистая голова, я не умираю от инфарктов, я не умираю от СРК, я не боюсь этого, я знаю, что это безопасно, просто задолбало. И вот они. Вот для вас теперь следующая часть. Отлично. Хорошо. Неплохой у меня, в принципе, неплохая форма. Я сейчас просто себя обратно оцениваю изнутри. И в принципе неплохая форма, учитывая, что я без выходных уже много недель. И у меня было два дня подряд живого тренинга в Москве, по 8 часов, стоя на ногах. В принципе, я думал, будет хуже. Я думал, честно, будет хуже, но я как-то это. Пока живой. Если скончаюсь, то не обессудьте. Но пока жив. Да я не знаю уж, как я выгляжу, но мне важно, как я себя чувствую. В принципе, я умею просто мобилизироваться. Пока я не знаю, начать следующего. У нас сейчас мы переходим к смэру, к самой практике. Но прежде всего я хотел вам сказать, что помните, мы на прошлом занятии делали эксперимент со скайпом. Все помнят? Вы меня не взбодрите, я могу взбодрить себя только сам. Я могу сам себя испугать, я могу сам себя взбодрить, я могу сам себя депрессировать, я могу сам себя грустить, я могу сам себя пугать, я могу сам себя злить. Вы к этому никакого отношения не имеете. Что бы вы ни написали и что бы вы ни делали, вы этого сделать не можете. Это могу сделать только я. И я хочу, чтобы вы у меня этому научились, что только вы можете сами испытывать эмоцию. Только вы. Никакие люди, никто не может. Я могу сам принимать решение, в каком я состоянии. Я могу этим управлять. Это называется управление ресурсностью человеческой психики. Я научился это делать очень давно, и я хочу вас этому потихонечку учить. Но для этого требуется определенный степ, эти шаги. Потому что ресурсность – это ваша мобилизация. И я два дня провел очень сложный тренинг с очень непростым самочувствием, потому что я немножко, видимо, отравился, и мой желудок и мой кишечник оставлял желать лучшего. Но я провел его неплохо, и было очень круто. И, в принципе, я без выходных уже очень долго. Есть понятие мобилизации ресурсности. Это важно. Иначе, если этого нет у терапевта, это будет постоянная размазня от отпуска к отпуску. И это очень плохо. Надо уметь восстанавливать ресурсность. Это и есть ресурсность. Но сейчас не об этом. Помните, на прошлом занятии мы с вами сделали эксперимент со скайпом? Я хочу, чтобы вы узнали об этом. Мы запускаем завтрашнего дня набор на вот эту закрытую группу. Мы запускаем завтра набор на закрытую группу, где мы будем разбирать кейсы. Голосом. Ребята мне будут звонить в скайпы. Вы не будете их видеть, но будете их слышать, как вы знаете, да? Помните в прошлый раз? Мы будем за занятие разбирать 4-5 кейсов. И алгоритм будет такой. Человек звонит. Мы его разбираем минут 25. Потом небольшое обсуждение деталей. Звонит второй. Я его разбираю. Потом опять групповой разбор. Потом опять звонит человек. Я его разбираю. Небольшое уточнение. Всем это понятно. Это будет дешевле, чем этот тренинг. Он второй шаг. По идее, должен быть дороже. Но мы его сделаем дешевле, чтобы до Нового года ребята успели. Потому что я улетаю на отпуск на 6 недель. У меня 6 недель не будет в России вообще. Я начну занятие только с середины февраля. Поэтому этот групповой шеринг, он будет последним. Скорее всего, в этом году посмотрим. Поэтому выбирать я буду кейсы. Покажу, каким образом. Я хочу, чтобы это было максимально полезно для всех. Поэтому я буду выбирать по гендерному признаку. Мальчик-девочка. И я буду выбирать его по симптоматическому признаку. По жалобам и так далее. Вы все увидите. Это будет круто. За всю историю мы проработаем 7 занятий по 2,5 часа. В итоге мы проработаем где-то 35-40 кейсов. 35-40 кейсов это очень много. Для того, чтобы вы узнали все про себя. Это действительно много. Многие видели девочку, ее звали София. Уже откликнулся только один кейс у многих. У многих кейс Юли откликнулся с реалити. Я вам предлагаю реалити онлайн, где у нас 5 героев каждую серию новые. И этот разбор будет очень интересным. Вы увидите, как работает когнитивная терапия, как я веду диалог, как разные случаи, разные детства. И вы охренеете от того, что ваш случай ни хрена не ваш. Ваш случай – это случай очень популярный. Потому что вы все убеждены в том, что ваш случай уникален в этом смысле. Мы будем разбирать только тех, кто в этой группе. Но не в этой конкретно, а тех, кто будет записан. То есть, например, нас сейчас 145 человек. Вот это наша группа. Да, 4500 будет стоить. Вот это ваша группа, например. И мы разбираем только вашу группу. Мы не берем какие-то потусторонние кейсы. Мы бы разбираем только тех, кто будет в этой группе. Понятно? Нет, в Ютубе этого не будет. Нет, 4500 за весь курс из 7 занятий. 7 занятий по 2,5 часа. 4500 – это весь курс. За все, конечно. Почему за 4500? Нет. Вот, собственно говоря, и приглашенные будут только те ребята, кто прошли сезоны. То есть, с первого по шестой, кто был либо на первом, либо на втором, либо на четвертом, либо на шестом. Соответственно, только эти ребята. Мы не будем брать никого с улицы вообще. Потому что я не хочу. Я хочу только, чтобы были те, кто прошли, чтобы это было вторым шагом. Понятно? С Юлей все хорошо. Ребят, что вы упоролись с этим реалити? Все хорошо. Завтра мы снимаем новые занятия. Просто у нас есть некоторая по ритмике договоренность, потому что у меня какие-то дела. Это нормально. Что вы испугались-то? С Юлей все хорошо. Завтра мы с ней уже утром будем заниматься. Все понятно? Как записаться? Вы скоро увидите сайт. Мы начинаем примерно 13-го числа. Поэтому завтрашнего, может быть, после завтрашнего дня уже будет набор. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь. Все то же самое. Копии, кстати, вы тоже будете получать. Если у вас сильная, большая разница во времени, я вам предлагаю все равно принять участие. Потому что если вы даже не будете смотреть онлайн, я вам 100% говорю, вы охренеете от того, что разборы будут очень полезные. Я не знаю, сколько будет людей, но я сомневаюсь, что их будет много, потому что, как практика показывает, но я думаю, человек 100-150 будет. Половина, и той из них половины онлайн не будет, поэтому тут вопрос, Петр, не в том, чтобы вас разобрали. Запомните всех. Вот у меня вчера был второй день тренинга, у нас было 20 человек, мы сидели полукругом. Из 20 человек я в групповой форме проработал человека 4, наверное. Ну, мы с ним вели диалог человека 4. И у всех, кто был в круге, были отклики. Поэтому очень важно, что терапевтический эффект может быть не тогда, когда вас разбирают. Кто занимался групповой терапией? Скажите, я. И вы знаете, согласитесь, что если вы даже сидите тихой мышью и просто слушаете, и у вас откликается это, это очень терапевтично для вас все равно. Поэтому, если вы не сможете принять участие онлайн, все равно запишитесь, это очень важно, под конец нового года вы узнаете много кейсов, и запись все равно у вас будет доступна, вы будете просматривать. Окей? И мне Татьяна вчера сказала, что все равно несколько людей с пятого сезона начали писать нам, почему вы закрыли доступы к копии. Я вам всем еще раз говорю. Доступы к копиям сезонов действуют на протяжении всего тренинга плюс неделя. Я вас очень прошу, сколько бы я раз этого не говорил, все равно будут задавать вопросы несколько человек после окончания тренинга. Понятно? Ясно? Окей? Поехали. Поэтому, кто хочет принять участие, это будет очень круто. Поплачем, это жесть будет. Мы будем плакать, мы будем... Я буду стараться погружать вас всех в... Как и в логику, так и в эмоции. Как и в логику, так и в эмоции. Понятно, да? Как и в логику, так и в эмоции. Потому что логика и эмоции – это такой баланс. Нам нужно где-то включить голову, где-то быть осознанным в своих чувствах. Поэтому кейсы будут разные, кейсы будут очень интересные. И я вам... Вы первые, кто услышали это. И последнее я позволю себе проанонсировать. Вы уже, наверное, в Инстаграме это видели. Мы уже получаем письма, уже какие-то мы разбираем для публикации. Как вы относитесь к тому, что я решил сделать рубрику «Моя история»? Анонимно наши зрители и клиенты пишут свою историю. О том, на что они жаловались, как развивался их невроз, как они шли по терапии, какие они принимали решения, к чему они в итоге пришли. И я хочу не снимать видео, потому что это не очень корректно, хотя это продаёт. Но, на мой взгляд, это не суперкорректно. Потому что в Ютубе этот человек будет валяться потом всю жизнь. Да, и я хочу, чтобы люди это писали. Писали анонимно, да, и рассказывали. У нас уже есть несколько десятков писем. И я хочу, чтобы вы присоединились. И вот если вам интересно рассказать свою историю, или есть кому что рассказать, как было, как шла терапия, и что произошло, имейте в виду, у нас будет такая рубрика. Без лица видео. Ну, хотите без лица. Я не хотел видео снимать вообще, отзывы. У меня есть мои друзья, которые это делают, но это просто... Я пока к этому как-то не очень позитивно отношусь, что ли. Мне достаточно письма. И поверьте, людям, которые будут читать эти истории, им достаточно, они прочувствуют это через текст. Не обязательно это делать в видеоформате, не нужно. Это достаточно хорошо написать. Зачем вот поморочиться, менять голос? Вы же не в розыске находитесь. Зачем? Окей, поехали дальше. Нет, если вы очень хотите видео прислать, вы можете прислать видео. Если вы горите желанием как бы оставить свой видеоотзыв и вы прям, ну, горите таким большим желанием засветиться на канале и так далее, ну, welcome как бы. Я просто как человек, которого всегда мои педагоги пестовали принцип конфиденциальности клиента и принцип некоторых таких профессиональных вещей в этом смысле, я не могу этого делать до сих пор. Мне реалити-то было сложно из себя родить, потому что люди идут на вот прям такую распашку перед людьми. Да, и это достаточно дорогого стоит, и это не очень просто. Поэтому, что Люда, что Юля, это действительно героинь из большой буквы, потому что многим-то видеоотзыв написать-то тяжело. Я уж не говорю про письменный отзыв, да, а тут действительно очень личные вещи, да, это очень-очень-это очень-это 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 сильно прокачивает психику человека, и это очень-очень круто на самом деле. Итак, и идем дальше. Куда писать историю? На почту info.sobachka.biz.nevrosa.tv Давайте я вам напишу, если хотите. Info.sobaka.biz.nevrosa.tv Вот на эту почту писать с пометкой «Моя история» в теме. Вот на эту почту. Как они попали на реалити? Реалити, кстати, будет третье набираться. Мы начнем с съемки в феврале, наверное. Мы делаем анонс, люди присылают короткое видео, пятиминутное, с рассказом о себе, о своих жалобах. Я выбираю лично человека, исходя из жалоб, исходя из некой своей интуиции, что ли, и так далее. И мы согласовываем, начинаем занятия. Там все очень-очень просто. Но анонс уже был. Мы выбрали из нескольких десятков Юлию. Из нескольких десятков видео. Как помочь ребенку вырасти эмоционально устойчивым? Ира. Чтобы помочь ребенку вырасти эмоционально устойчивым, есть одно, один секрет. Хотите, расскажу? Как не воспитать невротика? Ну, я простыл просто чуть-чуть, наверное. Есть один простой секрет, как помочь вашему ребенку вырасти эмоционально устойчивым. Прежде всего, вы должны сделать себя эмоционально устойчивым, овладеть навыками эмоциональной коррекции, овладеть навыками рационального мышления. И с помощью коппинг-поведения ребенок это впитает. И вы ему потом еще в юности поможете, дав правильную литературу, оплатив какие-нибудь курсы по эмоциональной коррекции. Но главное – это базисные вещи от родителей. Они впитывают, как обезьянки. И если они считывают с мамы или папы эмоциональную лоббильность, неустойчивость, тревожность, вспыльчивость и прочие рациональные проявления, они это воспринимают за естественную эмоциональную среду. И повторяют ваши реакции один в один потом. Поэтому необходимо создавать среду дома и так далее. У меня ребенок тревожный, как я. Но вот я про это и говорю. Поэтому если вы уже провафлили этот момент, единственное, что вы можете сделать, это просто оплатить ему потом занятия. Но параллельно меняетесь сами. Вы сами меняетесь, транслируете ему новую форму поведения, но потом все равно вы ему помогаете скорректировать какие-то вещи. Но начинаете вы всегда с себя. Ребенок вас копирует. Поэтому если вы хотите, начинайте с себя. Станьте для него примером. В три года – да. Там будут кое-какие нюансы, но в принципе это лучше, чем когда вашему ребенку уже 10-12. Спасибо. Давайте поехали дальше. Давайте не отвлекаться. Мы немножечко отдохнули. Понравилась первая часть. Хорошо. Зашло. Про животных. Повторите эту первую часть. Она действительно очень интересная. Давайте смэр уже. Да, я тоже так думаю. Да-да-да-да-да. Все, идем. Так вот. Но. Возвращаемся к нашим баранам. А бараны наши таковы, что помните вот эти наши 10 проблем. То, что я сейчас объяснял, это исправление седьмого пункта. Там, где вы интерпретируете вегетатику. Все это помнят. Если мы переходим к второй части терапии, то там мы работаем над вторым и первым пунктом. А второй, первый пункт гласит, как что? Как я реагирую. Так вот. Пишем. Продолжаем. Пишем. Из чего состоит... Ой. Английский у меня. Из чего состоит мое мышление и воззрение... Воззрение на мир. Вот этим мы с вами сейчас и займемся. Все. Воззрение на мир.